С чего начинается подготовка к такому светлому, духовному празднику Пасха? Ну, все подготовится, мы начинаем с замеса теста. Тесто мы замешиваем, затем тесто стоит у нас, растаивается, выбраживает. Получается вот такое красивое, у нас пышное, ароматное, золотистое тесто. Чем мы решили в этом году отделывать пасочки? И мы решили, что изюм лучше сочетается с орешками, поэтому мы обмакиваем тесто в орешки. И вкус получается бесподобный. Дальше несколько часов в печах и самый аппетитный и живописный этап. С пылу с жару кондитеры декорируют пироги. Да, это самая вкусная часть. Мы берем готовое изделие, украшаем его, смазываем сахарным сиропом и потом обсыпаем яркой красочной посыпкой. В католической пасхе только на этом хлебозаводе испекли порядка 10 тысяч куличиков. Они разных форм и размеров. Есть даже, кстати, кексы. Декор тоже особый. Здесь цветут ромашки, поселились кролики. Кстати, такие живописные картины. Новинка – это съедобная 3D-печать. Традиционно творожная пасха готовится без выпечки. В этом году мы готовы предложить нашим покупателям творожную пасху, которая называется торт «Творожная изюминка». Изготовлены из натурального творога с добавлением сахара, ванилина и желатина. Пасхальные куличи, шоколадные клеры, торты, ржаной хлеб – в ассортименте столичных хлебозаводов разнообразие сдобных изделий. Мастерство белорусских пекарей уже оценили в России, Израиле и Грузии. Предлагаем продукцию в различных сегментах рынка. Это хлебобулочная продукция, это бараночная продукция, это кондитерская продукция. Если говорить об импортозамещении, в ближайшее время минские предприятия наладят производство немецких бретцелей, знаменитых баварских кренделей, а также сырных и соленых снеков и мюсли. Это изделия длительного срока реализации. Изделия новые для нашего предприятия. Такой формы изделий и состава изделий мы еще не делали. Это линия новая для нас. Также планируем расширить и модернизировать производство хлебобулочных изделий. Это основной вид изделий, который производится на наших шести предприятиях. Новые многоярусные печи позволят разнообразить ассортимент, увеличить объемы производства. Сегодня более половины от общего испеченного каравая остается на минских прилавках. Остальная часть отправляется в регионы и другие страны. Хлеб сделан из душой и по самобытным рецептам всем по душе. Юлия Токарь и Максим Кураша о пекарях и кондитерах твоего города. Юлия Токарь и Максим Кураша.